Привет, бандиты! И в этом видео я вам расскажу, как правильно поменять струны на электроакустической гитаре, а также часто возникающая проблема крепления ремня и входа для джека. История, она разбалтывается. Я долго искал в различных видео, как же ее сделать, и не мог нигде найти. Проблема не в том, чтобы ее закрутить, а в том, чтобы ее открутить. Ну, я сейчас объясню. Сейчас раскрутится, но не хочется ехать. Сам сделаю. Управляем. Видите, вот тут ступенечка, да? Ага. Вот. Она должна быть чуть-чуть, где-то на полмиллиметра на миллиметр утоплена вот туда, вот в дерево. Ага. Вот. Орегулируется вот это путем. Включение вот этой вот гайки, то есть ее нужно вот сюда вот подтянуть. Ага. Понятно. Включение можно поступить за деталью, поставить сейчас сюда контргайку, чтобы она больше у вас не раскручена. Вообще, будет, куда. А, контргайки и все. Ну, да. Почему-то они так сразу не сделали, интересно. Обычно с этой стороны еще такой колпачок накручиваем. Ну, как правило. Это будет зависеть от производителя гнезда. Ну, где-то, да, вот в таком он примерно положении, видите. Ну, эта ступенька, она вот где-то на полмиллиметра тут утоплена. Дальше шайбочка. Дальше шайбочка. Тяганчик, ну, или любую другую. И... А, уже закручиваю. Не крутился, и все, понятно. То есть вот так вот фиксируете и закручиваете. Ну, это правда. И если не найдете прям тоненький ключ, велосипедный какой-нибудь можно попробовать испортить. То есть вот, чтобы он вот был тонкий, чтобы он вот отверстие... Ну, и все, и сверху вот, чтобы почетно кручивается, вот этот ремень, который... Ну, сейчас могу померить. Просто интересно. То есть, ну, в последнюю партию... Грубо говоря, всю партию продали по предзаказам почти. До магазина 4 гитары практически доехал только. Вставляете струну, вставляете колышек. Это важно. Наполовину примерно. Подтягиваете струну, чтобы чувствовать, что она уперлась. И только после этого уже колышек до конца. Ага, все, и все, и все. Ага, все, и все. Просто когда... Сразу вставляют туда вот струну, струну, простите, потом колышек, получается вот такая вот ерунда, что вот сюда вот упирается кольцо в торец колышка, его вытаскивает. Ага, понятно. То есть, такое вот часто бывает, это распространенная ошибка. Пора даже люди пытались гитару вернуть по этой причине. Они говорят, пришли домой с дальней струны, в осколушки выпадают. Ну, много витков не нужно. Так, короче, по два витка, да, должно быть. Ну, это как бы такое золотое правило, потому что если больше, то там колок может даже трое вывести. Ничего себе. Потому что когда здесь вот прям бобина, значит, вы затягиваете, и он работает вот так вот на разрыв. Ага, понятно. Просто отверстие с этой стороны. Нет, тут узелочек на тонких струнах. На всякий случай, чтобы точно ничего не было. Сколько она будет растягиваться, струнах? То есть, пару дней надо постоянно тянуться? Ну, не постоять, желательно на них все-таки играть. Поиграть, да? А дальше буду стоять, пока что вы не начнете на них играть. Вообще, как правило, дня за отреза четыре металлические струны на место ставят. Угу. Ну, как встают с вами. Ну, я при установке немножко их тоже подсаживаю, подрастягиваю. А это как называется крутилка? Она так и называется, крутилка. Крутилка для струн. И она нужна, как бы, да, в любом случае? Или можно... Ну, если сами планируете менять струны, то, конечно, лучше приобрести. А чем она лучше делает? Тем, что руками бы я это крутил, наверное, почти минуту. Понятно. Плюс на крутилках есть вот эта вот пророщь. Она сделана для того, чтобы вытаскивать вот эти вот колышки. А, понятно. То есть, не пусатижами, а этим. Это гораздо безопасней и удобней, и не нужно лишние куклы. Лишний инструмент покупать. Понятно. Специально. ВДНХ. Почему я решил поменять струны? Потому что заводские стояли 12-го размера, а я решил поставить 11. 11-й мне нравится больше, они звонче и мягче для пальцев. В общем, комфортнее для игры.